Скажите, пожалуйста, у нас какая ситуация? Мы работаем в одном месте с моим супругом. И получается, что управляющий бизнесом основной являюсь я. У нас конфликты постоянные, потому что я не чувствую уважение от него. Если в бизнесе работают муж и женами, это точно так же, что, несмотря на то, что твой супруг он уважает, или нужно что-то в нашем случае поменять? Ой, знаете, это так опасно работать муж и женой вместе, потому что есть такое понятие, как отношения. Вот отношения муж и жена, они близкие личные отношения, понимаете? А деловые отношения совсем другие. И когда в семью входят деловые отношения, то мужчина, он не получает от женщины женское. В результате это копится, и потом ему нужна женщина, понимаете? А не тем более начальница. Ну, то есть это как бы разрушительно само по себе. Например, если ты решил пожалеть папу, вот это я просто вам привожу пример. Решил пожалеть папу, взял на работу подчиненным, папу своего. Все это разрушительная ситуация, потому что, ну, идет противоречие, конфликт интересов, как бы. И человек мне говорит, ну, как мне вот папу оставить на работе, и при этом, чтобы все нормально было. Я ему говорю, есть только один способ. Вот то, что он делает, вы на это крест поставьте, на этом. Просто как сделает, так сделает. И тогда вы папу спасете. Найдите такую работу, где бы вы, ну, как бы, вот как сделали, так сделали, все равно. И он так и сделал. И все у него наладилось. Папа сам что-то там работает, он просто, это его жертва была. То есть он вот, папа просто что сделает, то сделает, понимаете? И он его не контролировал. Все. Это была жертва. Я много-много историй знаю про работу муж-женой. Например, такой случай сейчас был. Муж-женой работали вместе, муж нашел любовницу, за нее вышел, женился на ней, а с женой продолжает работать. Ну, то есть она, как работница, его устраивает. А как жена? Нет. Потому что энергия не та. Между ними движется. Стоит ли рисковать? Вот в чем вопрос. Я вижу его неудовлетворенность сейчас внутренней в отношениях в жизни, потому что вы, как начальница, обязаны, как бы, ну, делать так, чтобы он правильно работал. У вас правильное понимание, как начальница, но он на вас обижен, как на жену. Вот это называется конфликт интересов, не как на начальницу он на вас, как на жену обижен, потому что вы его, как мужчину передавили. И вот очень сложно сделать быть начальницей, а сохранить в нем мужа своем подчиненном. Помните служебный роман? Откуда цветы? Он боится ее, говорит. Ну, принес это. Да? Точно он принес? Ну, там смешно было. Ну, то есть она начальница, он подчинен. Сложно. Если мы в этом деле будем равны к вашим начальнице, подчиненному? Тогда вы угробите бизнес. А если бы он был честный с вами занимался, а я занимался? Вот, тогда будет классно. Пускай он занимается чем-то другим, а вы найдите себе другого подчиненного. И уже из него веревочки. То есть, а профессиональные дети двоевые? Конечно. Вас все понимаете, вы, да, хорошо. Просто вы не понимаете, что это личная жизнь. У вас плохая судьба в этом плане. Хотя человек хороший достался. Сохраните мужа себе. Вот если вы дальше так, то через три года будет разлук. А если нет, то будете нормально жить. Выберите мужа. Найдите подчиненную. А ему помогите устроиться. У вас есть связь, друзья. Помогите ему найти работу. Нормально. Он хорошо работает, как подчиненный вот первого звена. То есть, ему надо просто директивы давать. Он как исполнитель классный. Но он не сможет сам делать бизнес. Это невозможно. Зато он хороший муж, добрый человек. Ну, так сохраните тогда мужа. Ну, вы тогда, хорошо. Да. У меня, знаете, похожая ситуация, но она немножко, чуть-чуть другая. У меня есть сейчас есть работа, которую я очень люблю. Она хорошая, миленькая, приколепный коллектив, хороший начальник. Но молодой человек немного, он хочет меня утянуть в свой бизнес, чтобы я начала ему помогать. Никогда. Ни в коем случае. Во-первых, вы не сможете, потому что там другая природа, надо по-другому действовать. Вы просто там истощитесь, сгорите, переругаетесь с ним. То есть, это очень неблагоприятно. Мужику нравится, блин, свой человек на работе, классный, еще хороший специалист. Но это засада. Вот и помогайте, вы сколько можете, помогайте просто, помогайте. Советы давайте, там что-то помогайте. Вы всегда им будете помогать, это нормально. Но не впрягайтесь в работу с ним совместно. Это засада для вас. Спасибо.